Мэра города Саратова, когда у нас сдача этого объекта? Кто ответит? Хазаши. Давайте я отвечу. Спасибо. По договору, когда срок завершения этого объекта? По договору у нас был срок завершения 1 сентября. Продлились на месяц по нескольким причинам. То есть мы меняли конструктивные решения по перегородкам. Выделили у нас лавчатый блок на стене. И чтобы дать спортсменам заниматься сроком, мы должны быть в данном площадке. По вашему мнению, мы молодцы. И что у нас в траще? Вячеслав Владимирович, мы по нашему мнению, то, что по строительным нормам здесь строительство должно быть 11 месяцев. Мы пытались все сократить. Вы себе не пытаетесь найти оправдание. Нет, не оправдание. Как только вы найдете оправдание себе, все, вы уже дальше не будете конкурентоспособны. Мы были только что на парке Марии Михайловной Росковой. Там подрядчик приглашал вместе с мэром 1 октября уже посмотреть, как все работы будут завершены. Им еще надо минимум две недели. Работы идут полным кодом. И хорошо, если они закончат за эти две недели. Мы с вами здесь были месяц назад тоже. И тоже вы говорили, что у вас работа все время завершена. И сейчас вы начинаете придумывать изменения комплектива и многое другое. Одно хочу сказать. Если вы не научитесь работать так, как должны, никто не будет вкладывать инвестиции в город. Научитесь работать. Вы же сейчас только осваиваете средства. Вам их находим и на проектирование. Вам их находим и на строительство. Организуйте работу и сделайте качественно. И сроки. Если видите, не укладывайтесь, поставьте те сроки, которые вам позволят выполнить работу в качестве. Но вот сейчас погода нас балует. Это хорошо. А если бы была погода, как иногда бывает уже в это время, понятно, чем бы это все закончилось. Ну и потом. Все-таки вы при формировании договорных отношений должны многие нюансы учитывать. Чтобы эти договорные отношения были реальными. А сейчас у нас, смотрите, незавершенка налицо на парке Марина Михайловна Роскова. Те сроки, которые вы сами для себя определили, тоже не выполнены. По туртуарам в заводском районе освоение и реализация проекта второй очереди всего 4%. А в первую очередь еще тоже не закончена. Вот вам смотрите. Раньше не было срез, была отговорка. Сейчас у вас срез. Я не знаю, можно такое определение. Завались, значит, использовать или нет. Они у вас есть. Ну так берите и работайте. Вам надо только организовать работу. Вот и все. Конструктив. Вот мы и обижались там вчера. В прошлый раз здесь житель пришел и замечание делал. А сейчас у вас замечание. Посмотрите, здесь еще надо работы вам проводить. Если мы зайдем вовнутрь. Вот мы внутрь не заходим еще. А там отделочная работа полным ходом будет идти. Вам надо месяц. Вам надо месяц для того, чтобы закончить объект. Так, подрядчик, или нет? Я подписался по строку 50-го цивилия. 50-го? 50-го там у вас отделка еще не началась. Там штукатурить надо. Покажем. Покажем. Вот оно все видно. Вам же надо технологически... Подождите, вы может быть оттуда идете, а здесь нету ничего. А здесь у вас маяки уже сойдут. Вот, смотрите, только пеноблоки ставите. А кроме этого вам надо мокрый процесс. Он же должен во времени быть завершен. Если вы возьмете и на штукатурку мокрую нанесете краску, она потом будет отваливаться. Зачем это? Вы установите ему реальные сроки. Реальные сроки. Не десятого. Не десятого. Потому что десятого он не закончит здесь вам ничего. Установите ему те сроки, которые реальны, которые не повлияют на качество. Потому что денег на самом деле нет. Вы видите, что происходит с экономикой. Финансирование многих объектов уменьшается. У нас темп роста снизится до конца года порядка на 4%. Бюджет области недополучает миллиарды. Мы делаем все для того, чтобы сохранить финансирование, завершение строительства этих объектов. Это деньги привлеченные, спонсорские. Понимаете, о чем речь идет? К ним надо относиться трепетно, чтобы и качество было, и сроки были. Но не надо сейчас уже, учитывая, что вы и так вышли из графика, гнать эти сроки с тем, чтобы потом ремонтировать это. А это денег у нас нет. Поэтому вы реальные сроки установите. И дайте там порядка 20 дней на завершение всех этих работ, чтобы там было и качество, чистенькое, и весь ваш вот этот вот конструктив, который вы изменили, тоже было реализовано. Учить сработать, это на самом деле от безделья власти, которая отучилась работать. Потому что службы заказчиков в городе не было последние, наверное, лет 20. Главы районов вообще не помнят, когда они тротуарами занимались. Город качественно не убирают. Поэтому, Михалсон, перестройтесь. Мы с вами сейчас пройдем по всем объектам, которые требуют завершения в этом году. Работу над ошибками. Самое критично со всеми главными районов проведите. Но у нас есть окно возможностей. По парку Гагарина средства в этом году монофон. Проект там нашли решение в прошлом году. Но вы организуете работу на этом парке так, чтобы не тяп-ляп, но с другой стороны, вот то время плюсовых температур возьмите и используйте на те работы, которые при минусовых нельзя проводить. В первую очередь, бетонные работы. Работа с плиткой, с цементом, с асфальтом. А, допустим, какие-то работы, связанные с благоустройством, вырубкой и так далее, можно потом. График. Михаил Санкт-Петербург. График. Что вы делаете сегодня, что завтра, что посезавтра. И завершение работы, опять-таки, до минусовых температур. Но для этого надо круглые сутки работать на этом пятачке. Есть возможность? Давайте ее используем. Еще один парк появится. Так как вот здесь стадион появился. Пока вам много надо учиться. Самое главное, чтобы было желание. Будет желание, будет все получаться. И нашим подрядчикам надо учиться много. Потому что давно бы уже освоили это все. И пришли на рынки других регионов и Москвы. Понимаете, о чем речь идет? Взяли для себя профессию. Выбрали для себя то, что для вас является делом жизни. Ну и осваиваются. А у нас, получается, деньги есть. И все это. Спасибо. 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 Продолжение следует...